В имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, возьми, Господи и Братья и Сестры, у нас с вами Прощенное Воскресение. Почему мы Его вспоминаем? Что оно символизирует? Многие, конечно же, знают, это воспоминание, изгнание Адама и Ева из рая. Когда потом, не в большом, но в отдаленности, Адам уже начинает созидать свое жилье, свою земную жизнь. Он видит в отдаленности рай, но уже не может войти в него, поскольку врата райские закрыты до пришествия Христа и Его Воскресения. Сегодня для каждого врата открыты, но может ли каждый войти в них? Конечно, может, потому что Господь дал такую возможность каждому человеку, невзирая ни на языцы, ни на национальности. Но есть очень важный критерий. Почему Адам плачет, стояв близ рая, он утратил близость Богообщения. Утратил его, потому что он оступился, согрешил, не исполнил главной и единственной заповеди, которые ему дать Господь. Не вкушать воду, а древо познания добра и славы. И он просит прощения у Господа, и, конечно, Господь его прощает. И всех праведников, кто осознал значимость общения с Богом, Господь сходит в ад и забирает их всех в рай, освобождает их в узы праведных. Сегодня мы также будем просить прощения и у Господа, и у друг друга. Символично, потому что часто спрашивают батюшка, почему я должен просить прощения вот в этом чине, если я даже людей не знаю. В первый раз их увидел. Элементарный совершенно ответ. В тех, у кого ты даже не знаешь, сейчас ты будешь просить прощения, ты просишь у того человека, у того лица, в первую очередь, конечно, и Господа. Потому что Господь говорит, кому сделал всех от малых, кто и мне сделал. То есть каждому человеку. А если мы берем более-меньше, то мы не всех не помним, кого когда-то случайно обидели, или слово какое-то колкое сказали на фоне своей раздражительности. И вот символично мы просим выволиться у того человека, у которого уже просто физически не сможем просить прощения. Давайте вспомним, когда первые мы слышим, Господь говорит о прощении, о ключе, каком нужном. Конечно же, это Евангелие от Матфея, это молитва, которую Господь дает нам, как правильно обращаться ко Господу. И одни из слов как раз подходят к нашему сегодняшему событию. Прости, Господи, долги мои, якажи, я оставляю должниковую. И просим прощения. Но прощайте, Господь, если мы сами не простили. Я вчера изумительно смотрел проповедь, буквально коротенькую, как ее говорит, благоуествует митрополит Антоний Суровский. Говорит, в моей жизни был такой случай. Я посторил с одним, когда еще отроком был, с одним отроком звали его Кирилл. И вот я не могу ему простить. Ну мы поссорились, а простить я ему быть не могу. Я пришел к батюшке, уж простите, я сейчас не вспомню, как звали батюшку. И говорит, батюшка, вот читай и учи нас. И прости мне, Господь, долги мои, якажи, я спрощаю должником моим. Неведи меня во искушение. Мы этого тоже коснемся. Как Господь может ввести во искушение и зачем. Говорит, ну как я могу просить прощения у Бога, если я сам не прости? И батюшка ему начинает по своей опытности и умудренности предлагать варианты. Он говорит, ну ты дойди до этого слова, чтобы простить должников моих. И перепрыгнуть через него, и дальше читать. Ну, и говорит, я прихожу, начинаю читать, я хожу этого слова, а перепрыгнуть не могу. Все, останавливается и все, говорит. Я понимаю, что это уже лицемерие. Я уже пытаюсь как-то выйти из ситуации. А Господь уже лицемерного сердца не принимает. Я, говорит, возвращаюсь к нему, говорит, не могу я так. Ну, тогда прощай, говорит, и простить не могу. Что ж мне делать? Ну, говорит, попробуй тогда сделать так. Дайдя на эти слов, бежит. А еще, Господь, я попытаюсь его прости. И ты меня тогда прости. Попытаюсь, то есть, все-таки сподвигается, хоть маленький шажочек, но уже делать к своему исправлению. Говорит, я подошел, пришел домой, начинаю молиться. Все-таки у меня чуть-чуть получилось. И следующий, следующий день. Я понимаю, что мне легче и легче. И потом, встретившись в храме, говорит, я на себя неожиданно просто подошел и попросил в прощение. Хотя были виноваты Бога, говорит. Но этот шажочек, я понимал, что нужно сделать, потому что в этом заключается спасение моей души. И Господь меня не простит, если я не буду прощать. И в сегодняшнем Иванском чтении слышали, что о посте. Поститесь, но не каяко лицемерны будете. Потому что некий начинает чаще всего свой пост выпячивать. А Господь говорит, что делай тайны. Именно благодетель, духовно именно то, что мы собираем в Царстве Небесном. Потому что Господь о земном говорит, что и тляр все это съест, и тать. То есть вор придет, подкопает и украдет. А то, что значимо для души, то нужно сберечь. У нас были подготовительные недели. А мы тарифорисеи, который один сокрушался в своих грехах, другой хвалился. У нас со страшной судебной. То есть мы все эти недели готовились к началу посту. И самое главное, одна из молитв будет Ефрема Сирина. Господи и Владыка Животама. Дух праздности, уныния, любоначалия, праздословия. Не дашь мне. То есть мне, не дай, меня научи, чтобы я с этим справился. Дух же целомудрие, смиренно мудрие. Терпение, любви. Да, мы и работаем. Откать себе просим. Ей, Господи, и не осуждайте, брата моя Бога. То есть самое главное в конце научиться не осуждать. Потому что одна из безусловных заповедей Господь говорит, не суди, не суди Бога. То есть всего суда можно избежать, если только не будешь судить. А как это возможно? Я один раз мне довелось пообщаться с таким человеком, который всячески себя пресекает и других, дабы при нем не осуждаешь. Елементарно буквально два-три слова. Для моей души это не полезно. Все. Не нужно это делать, для моей души это не полезно. Он и другого присел, очень культурно. И сам себя степенил, чтобы в этом не участвовать и не развивать. Все элементарно. Для моей души это не полезно. Поэтому сейчас будем просить у друг друга прощения, чтобы мы не стали символично Адамами, которых Господь и знал по нерадению, малоумию. Может быть, хотя давно намного от Господа, это нужно как таланты умножать. Аминь.